Дорогие друзья, а вы помните, что нужно было сделать до 2 декабря? Я прям слышу, как все люди тебе отвечают, помним, заплатить налоги, и мы это сделали. Да, ну а если вы этого не сделали, то ждите штрафов и неприятных сюрпризов. Подробнее об этом, о том, что же грозит должникам, мы узнаем прямо сейчас. У нас в студии Татьяна Полохина, начальник отдела налогообложения, имущества областной налоговой службы. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Татьяна, вот скажите, пожалуйста, многие челябинцы наверняка планируют отдых где-то, не знаю, за границей новогодней. А если они не платили налоги там на протяжении... То есть они платили просто вот это новогоднее отпускной, при отпускной суете забыли это сделать? Забыли, да. Совершенно случайно оплатить налоги, то при какой задолженности их не выпустят за границу? Ну, во-первых, это не поздно сделать сейчас, оплатить налоги. Это, конечно, нужно сделать. Вообще судебные приставы ограничивают выезд за границу при сумме задолженностью больше 30 тысяч рублей. Но если гражданину удается добровольно еще исполнить два месяца, и гражданин не исполняет службу судебных приставов требования, то эта сумма опускается до 10 тысяч рублей. То есть это достаточно неприятная история. Если вылетая, гражданин узнает, что у него есть задолженность по налогам в режиме онлайн, даже если он платит в аэропорту, конечно, такая ситуация не пройдет. Уже человек не улетит, отпуск будет испорчен. Поэтому пока есть такая возможность, нужно обратиться в любой офис налоговой службы. МФЦ выдают налоговое уведомление, выдают квитанцию на задолженность и уплатить налоги. Сколько времени пройдет пока разрешение? Вся эта процедура пройдет, да. Ну, действительно, здесь ситуация не этого года, это не 2 декабря 2019 года, скажем так. Так у нас не улетают за границу должники, которые в прошлом году забыли уплатить вовремя налоги. То есть это для них актуально, потому что служба судебных приставов должна получить исполнительный документ из налоговой службы для того, чтобы ему ограничили вылет. То есть это такая длительная по времени, поэтому лучше не затягивать со сроком уплаты 2 декабря 2019 года, потому что в адрес этих граждан уже будут направлены требования в ближайшее время. Дальше налоговый орган обратится в суд за выдачей судебного приказа, ну и к летнему отпуску, да. Действительно, те, кто не уплатил по сроку 2 декабря, могут оказаться в неприятной ситуации и не улететь в отпуск. Ну, а я думаю, что 100% ведется какая-то статистика. Вот в прошлом году сколько человек не смогло вылететь из-за задолженности? Ну, чуть больше 12 тысяч граждан Челябинской области были ограничены в 2019 году. Практически 10 тысяч граждан у нас с запретами на выезд за пределы Российской Федерации. Но оно снижается, то есть граждане понимают ответственность перед своей семьей, когда семья летит, а гражданин-должник остается на территории Российской Федерации гасить долги. Бывают такие ситуации, когда человек, ну, правда, забыл, не знал, даже не забыл, а не знал, что он... 30 тысяч, да? Совершенно случайно. Это вот я понимаю, что нужно, друзья, собирайтесь в отпуск, позаботьтесь заранее, проверьте статистику. Татьяна, давайте мы еще раз напомним нашим телезрителям, где можно узнать о том, что у вас есть задолженность, о том, что вам нужно оплатить и сколько вам нужно оплатить. Ну, во-первых, для пользователя личного кабинета это не должно быть новостью. Те граждане, которые подключены, у них налоговое уведомление транслировано там, почту мы не направляем. После срока уплаты задолженность у нас появилась на сайте госуслуги, то есть граждане обращаются, почему у меня нет до срока уплаты задолженности. Мы таким гражданам разъясняем, что налоговое уведомление размещается в личном кабинете налоговой службы, а на сайте госуслуги транслируется уже задолженность. То есть тот, кто подключен к этому порталу, больше миллиона человек в Челябинской области подключены, видят задолженность там. Обратившись в любой МФЦ, можно получить квитанцию на оплату задолженности, можно получить налоговое уведомление. И в любой офис налоговой службы в Челябинской области экстерриториальный принцип, то есть в ближайший к работе. Вторник, четверг мы до 8 часов работаем, у нас бывают рабочие субботы. То есть уточнив расписание работы в любую инспекцию налоговую в пределах Челябинской области, даже Российской Федерации, если вы находитесь где-то в командировке, вы можете обратиться, вам выдадут квитацию на оплату задолженности и налоговое уведомление, где вы можете посмотреть свои объекты, за какие объекты вам начислен налог. То есть сопоставить свои сведения со сведениями налоговой службы. Ну что ж, друзья, в преддверии Нового года заплатите налоги, чтобы отдыхать спокойно, да, и тогда у вас не будет плохих новогодних сюрпризов. А мы желаем только хороших новогодних сюрпризов, чтобы вы хорошо отдыхали и были счастливы. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие друзья, я напомню, что Татьяна Полохина была у нас в студии, начальник отдела налогообложения и имущества областной налоговой службы.